Привет, чуть-чуть науки, это Иван, и если вы следите за новостями, то прекрасно знаете, что сейчас многие страны принимают какие-то ограничительные меры для того, чтобы бороться с коронавирусом. Это всякие карантины, отмена занятий в школах, в университетах, отправление работников работать домой и так далее. В России всё более-менее начало происходить только сегодня. И вы знаете, мне кажется, что у нас в России люди разделились на два лагеря. Первые, это те, кто считают, что наш мир катится в одно место и что ему вот-вот придёт конец, потому что коронавирус всех заразит и мы все умрём. Поэтому они бегут в магазины, скупают абсолютно всё там, гречу, крупы, макароны, консервы, даже туалетную бумагу. Я на самом деле не понимаю, нафига люди так устремились к этой туалетной бумаге. Я понимаю, что там консервы и продукты, без еды ты не проживёшь, а без туалетной бумаги чё, уже не прожить что ли? И также эти люди считают, что нужно срочно везде ввести карантин, всех друг от друга изолировать, отменить вообще все мероприятия, всех работников разгнать по домам, чтобы каждый строго сидел дома и никуда не выходил. И группа номер два, им всё по барабану. Они считают, что коронавирус где-то там вот в Европе и в Китае, у нас заболевших практически нету, поэтому всё нормально. Те, кто паникуют, они тупые, а все мероприятия и всё должно быть как в обычной жизни, потому что, ну как это, отменять концерт, это чё, я не схожу теперь на концерт, что ли, не повеселюсь, ну как же так? Но на самом деле есть ещё и группа номер три. Это РПЦ и ярые патриоты. С одной стороны, они действительно считают, что нужно отменять массовые мероприятия. Но с другой стороны, как же так, отменять богослужения, где все там из одной чаши пьют, целуют иконы, куда же без этого? А куда же без 9 мая, без парада победы и без референдума за поправки в Конституцию? Без этого это отменять вообще нельзя. Это другой уровень. Но, как вы догадываетесь, правда, где-то посередине. Да, у нас в России пока что мало заболевших людей. Это вроде как около 50 человек. Но, несмотря на это, нужно уже сейчас вводить ограничительные меры. И на это есть две причины. Обе эти причины говорят нам о том, что реальное число заболевших на сегодняшний день, оно гораздо больше, чем то число, которое диагностировано. Во-первых, все мы знаем, как работает наша система здравоохранения. У нас нет такого массового тестирования на коронавирус. И врачам гораздо проще поставить диагноз ОРВИ, чем что-то там заморачиваться, париться. Кому это надо? Но эта причина, это всего лишь такая вот догадка и непонятно, действительно это так или нет. А вот причина номер два, она гораздо серьезнее и реальнее, чем первая. Пойдемте объясним, в чем ее суть. Итак, смотрите, в чем прикол. Предположим, в какой-то определенный день вы обнаружили, ну допустим, 100 заболевших коронавирусом. Вы установили с помощью анализов, что вот у вас 100 человек действительно больны коронавирусом. При этом в последующие дни количество людей, у которых вы будете диагностировать коронавирус, будет все увеличиваться и увеличиваться от геометрической прогрессии. Но теперь смотрите, главная фишка. То, что вы диагностировали тут 100 заболевших, это означает, что они-то, они заразились еще раньше, потому что у болезни есть определенный инкубационный период. Ну, допустим, для коронавируса это около двух недель. То есть это означает, что эти люди заразились две недели назад. И при этом распространение вируса, оно также будет подчиняться экспоненциальному росту. То есть отсюда у нас уже на следующий день заразится гораздо больше людей, и так их количество будет опять же увеличиваться. Таким образом, получается, что в день, когда мы зарегистрировали первые случаи инфекции, реально их подтвердили, то число реально заразившихся, оно уже во много-во много раз больше. Так, например, в Китае, когда зарегистрировали первые 100 случаев заболевания, реально заразившихся было уже полторы тысячи. Вот в этом и есть основной прикол, что несмотря на то, что количество подтвержденных заболеваний, оно может быть небольшим, но количество реально заболевших из-за того, что есть инкубационный период, он будет намного-намного выше. Так что такая ситуация будет происходить в любой стране. И единственным действенным способом остановить распространение вируса, это объявить карантин, причем в как можно кратчайшие сроки. И здесь реально на счету каждый день. Так, например, в Китае, согласно расчетам, если бы карантин объявили всего лишь на один день раньше, то количество заболевших удалось бы снизить аж на 40%, то есть практически в два раза. В описании я оставлю ссылку на статью, в которой подробно разбирается этот момент. Также в этой статье приводится разбор, почему так важно сдержать общее количество заболевших. Дело в том, что если этого не сделать, то может наступить коллапс всей системы здравоохранения в данной стране. Это нехватка оборудования, врачей, медикаментов, и в итоге это все может вылиться весьма печальные последствия. Так что несмотря на то, что у нас сейчас в стране мало установленных случаев коронавирусной инфекции, уже сейчас нужно действовать. Но действовать нужно разумно. Во-первых, без паники, не нужно бежать в магазин, там закупаться продуктами впрок. Это же не зомби-апокалипсис. Даже если будет введен какой-то всеобщий карантин, у вас все равно будет возможность спокойно дойти до своего магазина и купить необходимые продукты. И такую жизненно необходимую туалетную бумагу. И во-вторых, не нужно быть пофигистом. Постарайтесь уже сейчас сократить количество контактов, каких-то поездок в общественном транспорте, посещение публичных мероприятий и так далее. Но посидите вы дома после работы и на выходных. Это же прекрасная возможность почитать книжку, поиграть с детьми на выходных. И единственное, что можно сейчас купить в магазине, это белизну. Для того, чтобы сделать уборку с белизной и продезинфицировать поверхность, и делать уборку эту как можно чаще. И конечно же самое главное, это гигиена и гигиена в том числе рук. Об этом видео будет в воскресенье, там будет что-то очень интересное. А пока ведите себя благоразумно, мир не накроется медным тазом вот-вот. И отправьте это видео всем своим друзьям, знакомым. Расскажите там бабушкам и дедушкам о мерах безопасности и предосторожности, так как для них коронавирусная инфекция это более опасно, чем для вас, для молодых. Обязательно напишите комментарий и поставьте лайк этому видео. И как всегда помните, наука намного интереснее, чем нам кажется. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok